Госдума о минуте молчания почтила память трёхлетнего Максима Кузьмина, погибшего в Техасе в семье усынових. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельная, Игорь Рысев. Открываем мы первый час нашего сегодняшнего эфира. И сейчас мы будем говорить, тема у нас звучит так. Кто из кировчан получит дополнительные деньги на благоустройство? Поговорим мы сегодня про «Юполис». Что это такое, разберёмся. 17 января по 11 февраля на интернет-площадке «Юполис» проходило голосование среди жителей Кирова за городские проекты, претендующие на субсидии в 2013 году. Любой житель города, пройдя регистрацию, мог распределить по своему усмотрению 10 миллионов виртуальных рублей между проектами местных инициатив. В их числе были проекты по строительству новых детских площадок, дорог, благоустройству дворов, скверов и многое другое. Вот такая тема у нас, слушатели. Сегодня 708-502 наш номер телефона. Это, как всегда, прямой эфир. Есть ещё номер для ваших смс-сообщений. 8-909-720-101-0. Пишите и подписывайтесь в начале сообщения. Представлю я наших гостей. Сегодня Татьяна Антончик, заместитель главы департамента социального развития Кировской области. Татьяна, добрый день. Добрый день. Да, и также Илья Черезов, начальник управления организационно-информационного обеспечения администрации Кирова. Здравствуйте. Добрый день. Слушатели, также я хочу напомнить наш адрес в интернете. Можете заходить на страничку www.kirovo.ru. Это наш сайт. Там вы найдёте как радиотрансляции, так и видеотрансляции. Можете таким образом тоже подключаться к нашей беседе, посмотреть на нашу студию. Как раз камера напротив гостей. И, в общем, заходите туда и также на нашу страничку ВКонтакте. Заглядывайте и не забывайте про Твиттер. Наш аккаунт вызван 43 через Y пишется. Ну, попутно, кстати, я, между прочим, порекомендовал бы и наш опрос, который мы будем, правда, озвучивать в следующем части. Но голосовать, в принципе, мы призываем и сейчас. Да. Не по этой теме, но галочки можете ставить попутно и сейчас. Ну, давай мы озвучим, чтобы, да, слушатели заходили и понимали, что там происходит. Следующая тема у нас, мы будем обсуждать опрос в газете «Источник новостей». Точно такой же опрос, какой у них в газете, в рубрике «Выбор города» есть у нас и на сайте. Какое-то время там он уже находится. Некоторые уже проголосовали. Вы точно так же можете тоже зайти и проголосовать, к чему приведёт легализация огнестрельного оружия. Достаточно много, кстати, человек уже проголосовал по сравнению с нашими прошлыми опросами. Да, поэтому не игнорируйте, тоже проголосуйте и посмотрим, будут ли результаты отличаться от того, как проголосовали читатели газеты. А ты была на ее полисе вообще? Была на ее полисе, но сейчас мы поподробнее о проектах. Всё-таки, что будет благоустраиваться, сколько победителей, да, давайте с вас, наверное, да. Кто начнёт, расскажите. Мы еще по городу Кирова. Да, давайте с города Кирова начнём. По городу Кирова в целом признаны победителями 50 проектов. Наибольшее количество проектов победителей – это Ленинский район, 18 проектов. На втором месте у нас Первомайский район, 12. Нововятский район из 11 заявленных проектов – 11 признаны победителями. И Октябрьский район – 9 проектов. Типология проектов самая различная. Но надо сказать, что поддержаны были, прежде всего, если мы посмотрим список победителей, это спортивные площадки, это благоустройство дворовых территорий, это ремонт дорог в сельских населённых пунктах, которые входят в муниципальное образование города Киров. Мы уже о Йополисе, в принципе, довольно часто говорили, и в эфире программы у нас по этому поводу были, но я уверен, что очень многие из тех, кто нас слышит сейчас в первый раз, вряд ли понимают конкретным образом, что мы имеем в виду. Я бы хотел, наверное, чтобы мы пояснили, что это всё-таки за проект, как он работает, и вот из чего, собственно, появились вот эти цифры, конкретные проекты, каким образом они появились у нас на слуху, что вот они будут сейчас реализовываться. Ну, если можно, тогда я возьму слово. Прежде всего, первичное, конечно, это проект по поддержке местных инициатив. Кировская область его реализует уже четвёртый год, 2013 год для нас, действительно, уже четвёртый год реализации. И чем он интересен для нас, это пилотный год по апробации подходов и принципов проекта поддержки местных инициатив в городских округах. И когда мы говорим про участие Йополиса в проектах поддержки местных инициатив, мы должны все понимать, что, во-первых, это взаимодействие с нашим партнёром только по одному из трёх проводимых конкурсов, потому что первое – это городские и сельские поселения, второе – это муниципальные районы и третье – городские округа. И в данном случае интернет-сообщество, которое голосовало у нас в рамках платформы Йополис, именно определяло актуальность проблемы для себя в рамках конкурсного отбора заявок по городским округам. Вероятнее всего, именно потому, что трудно собрать людей в одно время, в одном месте, для того, чтобы они посмотрели друг другу в глаза, сказали, что да, этот вопрос является для нас наиболее актуальным, и мы готовы финансово и, скажем так, не финансово, то есть своим эмоциональным каким-то вкладом, участвовать в реализации данного вопроса для того, чтобы достигнуть положительного результата. И поэтому те возможности, которые нам предоставляет на сегодняшний день платформа Йополис по определению мнения актуальности населения, это именно применяется только в конкурсе по городским округам. И когда мы говорим с вами про Йополис, опять же, про долю, это критерий один из многих, с весом в 10 баллов из 100 возможных по заявке. Для меня в данном случае, прошу прощения, все-таки это проект реализации, проект по поддержке местных инициатив. При информационной и технической поддержке платформы Йополис, это не проект Йополиса. Да, ну давайте все-таки разберемся, чтобы всем было понятно. Гражданские инициативы, в принципе, это софинансирование, да, то есть это участие и граждан тоже финансово, предположим, хотят отремонтировать детскую площадку, да, соответственно, несколько источников финансирования, там город, области и плюс еще и жители тоже какой-то вклад делают. Верно, да? Да, только прежде всего, изначально это определение проблемы. Да, только в микрофон говорите. Изначально это определение проблемы как таковой, то есть население должно собраться, первое, определить проблему. И в этом уже есть именно гражданская инициатива, то есть позиция населения по отношению к тому, то есть не они соглашаются с тем, каким образом, какую проблему предлагают решить, а они сами для себя определяют. Они говорят о том, что они бы хотели, да? Да, они считают для себя наиболее актуальным этот вопрос. И они предлагают и муниципалитет, и областной бюджет, скажем так, предлагают помочь им в решении данного вопроса. Инициативу в данном случае, прошу прощения за автологию, инициируют именно они. Второй вопрос, что действительно для того, чтобы этот вопрос актуально поддержать, они поддерживают его рублем. Проблема, которая просто устно озвучена, не поддержана рублем, она, вероятнее всего, и не будет актуально, скажем так, поддержана актуально. Ну, то есть Юпольс – это такая площадка для того, чтобы понять, а что действительно надо отремонтировать. Абсолютно верно. Если мы вас спрашиваем, скажите, да? Да. 70 миллионов, то есть получается, это областной бюджет, да? Да. Это 70 миллионов денежных средств, которые предусмотрены в 2013 году для поддержки проектов городских округов. А те объекты, которые победили, то есть которые будут ремонтировать, благоустраивать, участие именно горожан, какое здесь будет финансовое? Здесь финансовое участие… Ну, то есть 70 миллионов поделили, да, между всеми этими победителями, плюс еще какое финансирование здесь? Я поняла вас. Доля муниципального образования в этом плане, вот эти 70 миллионов, это примерно 74% софинансирования. При этом 13% – это доля муниципального бюджета, 8% – населения и спонсоры 4. Понятно. Слушатели, кто из вас голосовал, кто заходил на сайт «Еополис», кто принимал участие, кто хотел победить, пожалуйста, звоните к нам. Ваши впечатления, ваши отношения, победили, не победили, что, в принципе, думаете о таком проекте 708-502, наш номер телефона, это прямой эфир, пожалуйста, набирайте нас. Ну вот есть некоторые претензии, в принципе, по самому «Еополису», по системе этой голосования. Вот если в интернете посмотреть, ну, к примеру, что-то подобное, эффективность голосования, причем одни и те же люди голосовали по несколько раз, это же обманом считается, и после такого распределять деньги, думаю, так тоже не есть честно. Ну, то есть вот, в принципе, сама по себе система голосования в интернете, мне кажется, по таким вопросам, она, наверное, еще не набрала тот оборот, эту силу, которую можно было бы считать репрезентативной, к примеру, ну, по моему мнению. И вот, опять же, люди, к примеру, ссылаются на то, что там можно было голосовать неким образом за, к примеру, одну и ту же инициативу, одним и тем же людям, к примеру, или что-то вроде того. То есть этот вопрос будет как-то прорабатываться в дальнейшем, чтобы уже не вызывало сомнений то, что посредством интернета вот на таком сайте можно действительно высказать свою точку зрения горожанам, и этот вопрос будет решаться в приоритетном порядке. Нет, абсолютно. Мы же говорим о том, что мы пробируем пилот. Как проект поддержки местных инициатив является живым проектом, и год от года он развивается, и мы усовершенствуемся. Также и возможности ЮПУЛИСа в рамках проекта поддержки местных инициатив, они тоже будут усовершенствоваться. И наши коллеги, партнеры ЮПУЛИС, они не отрицают, что сейчас они предложили данный формат, они готовы проработать и учесть все пожелания, в том числе и голосующих на портале, что, возможно, картинка в чем-то была неудобна. Хотя я лично нашла все 73 проекта города Кирова, проголосовала за 12, на что денег хватило, прошу прощения. Поэтому вот у меня трудности не возникло с тем, чтобы что-то найти, и по большому счету я, видимо, не пыталась второй раз проголосовать за одно и то же, поэтому не могу сказать, получается это или нет. Несмотря на то, что вот такие обращения поступали, вместе с тем тесты показали, что два раза проголосовать одним аккаунтом нельзя. То есть, ведь там требуется регистрация, соответственно, указывается номер телефона, он уникален, и с одного аккаунта можно голосовать только один раз. Да, но вот еще претензии тоже, мы вот выписали себе ЮПУЛИС, это что-то похожее на ЮМОБИЛИ, идея хорошая, а реализация остается вопросом. Кстати, почему такие суммы выделяются на банальное благоустройство двора, предположим? В поселке Захарьичево на это ушло гораздо меньше средств, порядок получения денег был схожим с ЮПУЛИСом. Нет, секундочку, вот деньги выделяются прежде всего не ЮПУЛИСом. Еще раз повторюсь, что в проекте поддержки местных активов участвуют четыре источника финансирования проекта. Первое, это то, что население предлагает в качестве приемлемой для себя финансовой поддержки. Второе, это то, на что они могут рассчитывать с точки зрения муниципального образования, с 2013 года предусмотрен минимальный порог софинансирования для муниципального образования, это изначально 10%, хотя если данный вопрос является для муниципалитета актуальным, он может поднять уровень софинансирования по своему усмотрению, то есть на 10% населения уже гарантированно может себе планировать. Третий источник, это те партнеры, которые готовы участвовать финансово в решении данного вопроса, либо материалами, либо работами, это наши спонсоры. И на недостающую сумму предоставляется областная субсидия. Но здесь, видимо, все равно такое еще отношение, люди не совсем понимают, что это такое, как это работает. Согласна. То есть некоторые опасения есть, но возникают вопросы, почему такие суммы, предположим, на благоустройство двора. Это оправданно? Проекты бывают разного уровня, и если сравнивать, условно говоря, поставить песочницу, воткнуть грибок, это один уровень затрат. Если полностью благоустройство двора с бородюрными камнями, с благоустройством спортивной площадки и так далее, это совсем другой порядок цифр. И, может быть, если сравнивать с теми проектами, которые город Киров реализует с 2007 года в рамках грантовых конкурсов, там суммы софинансирования были до 100 тысяч. Соответственно, и проекты были меньше, проще, другого порядка. Ну и в качестве примера тоже могу привести, например, активно в 2011 году у нас обсуждался вопрос стоимости детских площадок. Согласитесь, площадка может быть и построена и за 300 тысяч, может построена и за 900. То есть можно построить ее просто в деревянном исполнении, можно построить просто элементарные конструкции, скажем так, в железном исполнении, более такие устойчивые, а можно сделать пластико-антивандальный формат. То есть, опять же, здесь самого населения определяет, а, что он желает решить для себя, и б, в каком формате, то есть что они хотели бы ввести в окончательном варианте. Другой вопрос, что при условии областного софинансирования, да и муниципального тоже, у нас есть требование о том, что все технические документации, которые разработаны по проекту, то есть с мета, либо проект с методокументации, она должна обязательно пройти госпроверку. Только при этом условии проект будет софинансироваться из бюджета. Изначально говорилось, насколько я помню, 10 проектов, но сейчас мы их смотрим, намного больше победителей. То есть это увеличилось в процессе или как это произошло? Или же нет? По городам было подано непосредственно пятигородскими округами, было подано 151 конкурсная заявка. До конкурсного отбора мы допустили 144 заявки, 7 было отозвано, возвращено муниципальным образованием по причине того, что в 6 раз не было проверено госпроверки по технической документации, это является основным требованием софинансирования. И одна заявка была возвращена, потому что она не соответствовала той типологии проектов, которая была предусмотрена для городских округов. Ну, в принципе, сейчас можно оценить, насколько горожане активно голосовали, да, сколько всего проголосовало, как вообще откликнулись люди на это или нет? Да, конечно, Юполис нам предоставила свои цифры. Я думаю, что вы все тоже их видели, их и Никита Юрьевич в своем журнале привел. Ну, то есть положительно, да, вы оценили эти, откликнулись или нет, потому что хочется как-то обратную связь от слушателей. Слушатели, кстати, да, если вы голосовали, заходили на сайт, пожалуйста, позвоните к нам. Победили вы, не победили. В общем, как-то вашу реакцию тоже хочется услышать. То есть ваша оценка, то, что люди, в принципе, услышали, поняли, заходили, голосовали, хотели победить. Ну, вы знаете, свыше 13 тысяч горожан проголосовало, если учесть, что 18 тысяч зарегистрировалось. Вот, видимо, или не успел, или что-то еще проголосовать. Это по Кирову, 13. По городу Кирову я имею в виду цифру. Надо сказать, что за последние 9 дней зарегистрировано было 10 тысяч человек. То есть, так скажем, во-первых. Это как в последний момент обычно, да, все? Ну, да, естественно. Это уже с приватизацией точно так же, да, в последний момент. Слушайте, ну вот мы с вами говорим о проектах-проектах. Вот вы же сами говорили, да, что вы за 12 проголосовать смогли. И вот мне просто интересно, какие, на ваш взгляд, ну, самые, может быть, интересные примеры приведите, просто чтобы мы понимали, какие проекты вот впоследствии победили, будут реализовываться. Ну, мы уже потом поговорим, каким образом это будет делаться конкретно. Просто о каких проектах мы ведем речь? Ну, вот я посмотрел сейчас из тех 10 проектов, которые набрали максимальный балл в целом по оценке экспертных экспертов, и те проекты, которые набрали максимальное количество баллов в ее полисе, совпадение по 4 проектам. Вместе с тем, все проекты, которые заняли первые 10 мест, они все вошли в список поддержанных проектов. И вот пример по тем проектам, которые совпали и на ее полисе, и по мнению экспертов. Согласно оценке конкурсной комиссии. То есть первое место, безусловно, совпало, кстати, это устройство тротуара по переулку школьного микрорайона Радужный Новоавиатского района. Второе, это спорт без ограничений, это ремонт помещения для обустройства спортивно-оздоровительного зала для инвалидов. Еще проект, это благоустройство спортивной площадки в микрорайоне ДСК. И устройство детской игровой площадки по адресу Советская, 170, это Новоавиатский район. Вот, в принципе, типология проектов, она примерно такова. Ну, а самые, на ваш взгляд, интересные? На мой взгляд, Преображенская аллея. Это, на мой взгляд. А вот ваши какие-нибудь проекты попали, за которые вы голосовали? Да, у меня попало, кажется, насколько я помню, 8 проектов из тех, которые я проголосовала. Я поддерживала действительно по своему заключению. Но, опять же, я, как член конкурсной комиссии, оценивала заявки не только согласно информации, размещенной на портале ЮПолюс. Я честно прочитала все заявки, а после этого определила, за какие проголосую. И, честно говоря, вот лично мне больше импонирует Ветско-Полянская заявка. У них называется площадка. Это оборудование, скажем так, открытого тренажерного зала на воздухе для такого, скажем так, нашего взрослого населения. Но, к сожалению, вот она не прошла по критериям конкурсного отбора, но лично она меня очень импонировала. Я, как житель города Кирова, была бы очень рада, если бы в городе Кирове появлялись все-таки вот открытые тренажерные площадки. То есть вы вместе под открытым небом? Да, абсолютно, да. То есть это специальные тренажеры такого уличного формата, антивандальные. Но именно ориентированно... Мне кажется, в России антивандального ничего нет. Ну, по крайней мере, они оппозиционируют ее. Подобная площадка есть на территории студенческого городка Политеха. Подъехать, посмотреть. Спасибо. Ну, вот, по крайней мере, мне это было очень любопытно и интересно. А что касается вообще проектов, ну, видите, я читаю много проектов, и для меня, когда нет дороги, я понимаю, что, возможно, это не самый зрелищный проект, но я считаю, и в том числе, как автолюбитель, что если нет дороги, то это проблемы с детским садом, это проблемы с определенной досуговой частью, никуда нельзя выехать, это проблемы с подъездом скорой помощи, это проблемы социального характера. То есть для меня, наверное, вопрос дорог является актуальным. И если в данном случае заявитель, а я, опять же, ориентируюсь на то, что заявителем является у нас муниципалитет инициативная группа, заявка у нас подписывается двумя лицами, они действительно смогли показать конкурсной комиссии и, опять же, нашим жителям города на портале ее полисы эту проблему с точки зрения демонстрационной как актуальную, тогда она набирает голоса. Если, прошу прощения, фотографии там либо описание не является таковым, очень тяжело поддержать заявку и убедиться, что она является актуальной. Мне просто складывается такое ощущение, что очень сложно понять, вот, к примеру, сколько зарегистрированных пользователей было, там 13 тысяч или больше, да? Всего зарегистрировано на портале было 26 тысяч, из них именно по кировской жители пяти городов Кировской области, а из них проголосовало 18 тысяч 300. Тут, видите, из такого числа людей проблема актуализации для отдельного каждого района, к примеру, или округа, она становится сложной, потому что, если, к примеру, жители своего округа видят, что у них там проблемы с дорогой или с детским садом или с детской площадкой, то те, кто живут в другом, они, к примеру, даже не будут рассматривать такую заявку, потому что она им покажется с первого взгляда неинтересной. Видите, вот вы говорите, что читаете конкурсные вот эти материалы целиком, а у меня такое ощущение, что большинство из этих 26 тысяч человек читали их очень поверхностно, и как раз-таки, как я, к примеру, вызывали вас на такой... А что там было такого интересного? Нет, понимаете, в чем ситуация? Я ведь, как членку на комиссии, я ходила, смотрела на информацию в Вятских полянах, но я проголосовать не могу. Я житель города Кирова и проголосовать могу только за кировские проекты. И 12 проектов это были как раз кировские. Я, опять же, призываю, что информация, которая указана в заявках, просто исходя из практики 2013 года, учесть ошибки, и на 2014 год то, что пишется в заявках и в дальнейшем будет трактоваться, в том числе и на портал, уделить это внимание с точки зрения того, что доказать словесно, демонстрационно, визуально, да, доказать актуальность вопроса и доказать своему же соседу о том, что проблемы для меня очень актуальны, и ты меня поддержи. Дай мне денег. Виртуальных хотя бы. Те заявки, которые не попали в победители в этом году, они автоматически переносятся на следующее голосование? Ни в коем случае. Конкурсный отбор происходит один раз в год. Составляется одна рейтинговая таблица. И исходя из тех денежных средств, которые есть в наличии, и определяется количественный состав победителей. Вот в этом году хватило на 98 проектов и 143 претендующих на эти 70 миллионов. Дальше у нас начинается процедура определения подрядчика и непосредственно реализации проекта. Как правило, и опять же, исходя из практики проекта поддержки местных инициатив, возникает экономия. Она бывает, как правило, небольшая. Но вот у меня такое ощущение, что еще 3-4 проекта, которые находятся за чертой отсечения, имеют шанс реализовать свои проекты за счет вот этих вот сэкономленных денежных средств, потому что они будут перенаправлены на тех людей, которые, прошу прощения, на те проекты, которые набрали наиболее высокий балл, но вот не дошли на момент конкурсного отбора, на момент 15 февраля до этой черты, потому что на них не хватило денег. Мы очень надеемся на это, потому что ближайшие два проекта от проекта Ленинского района. То есть надежда, она есть всегда. Ну, у нас на телефоне всем временем появилась наша коллега, участница голосования Светлана Занько. Алло. Нет? Алло. Нет. Мы пока дозвоним, и все, пока нет. Расскажите, а что не поближе к вашему дому, за что вы голосовали? Победили эти проекты? Нет? Поближе к моему дому, наверное, это производственная шесть, детская площадка. Вот меня очень сильно впечатлило, и я искренне их поддерживала, потому что изначально у них как раз не было визуального эффекта, они потом в дальнейшем представили. Я искренне желаю, чтобы в Ленинском районе действительно благоустраивались придомовые территории, и появлялись больше детских площадок, хотя и другим районам города Кирова я также желаю успехов. Например, я лично, насколько помню, поддержала четыре проекта по Новоавиадскому району на ее полюсе, и действительно поздравляю их с тем результатом, который они в этом году достигли, потому что из 11 проектов 11 это хорошая, качественная работа. Ну да, счастливчики. Вы начали говорить про улицу Преображенскую. Я так понимаю, что это пересечение недалеко от нашей студии, как раз пересечение с Карла Липнихта. Там появится сквер, да? Или что там будет? Да, в рамках проекта появится именно аллея, что исследует из названия проекта. И, на мой взгляд, просто центр города, сердце города, театральная площадь, рядом с ней в исторической части появится стилизованная под старину решетка, соответственно, дорожка пешеходная, зелень, и количество благополучателей по этому проекту, на мой взгляд, самое максимальное. Ожидается. Ожидается, да. Да, ну там пространство не такое большое, да, ну там раньше находился объект один, общественного питания сейчас нет, поэтому как-то решили благоустроить и это место тоже. Ну что, продолжим мы говорить и про другие площадки, которые преобразуются уже в ближайшее время, про дворы. Ну мы сейчас на рекламу, да, пойдем? Да. Ты к этому ведешь? Я к этому, да. Постепенно подвожу рекламу сейчас. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Дельна, Игорь Рысев. В гостях у нас Татьяна Антончик, заместитель главы департамента социального развития Кировской области, и Илья Черезов, начальник управления организационно-информационного обеспечения администрации Кирова. Говорим мы про Йополис, правильно, да? Ударение ставлю. Правильно, да. Нет, они считают, что Йополис. Ну, пусть будет Йополис. Кто они? Йополис. Они, Света. Партнеры. Вот теперь у нас точно Света Занякова на линии. Коллега наша. Алло, Светлана, добрый день. Добрый день. Да, Света, знаем мы, что ты тоже участвовал в этом проекте. Что ты хотела, чтобы у тебя изменилось в окружающем пространстве? И выиграла ли ты? Да, и выиграла ли ты. Нет, мы не прошли по конкурсу, к сожалению, здесь есть свои плюсы и свои минусы. Что бы мне хотелось сейчас озвучить, это, конечно, замечательное действие вот этого проекта по объединению всех жильцов дома. С другой стороны, мне бы хотелось сейчас услышать от участников разговора ответы на следующие вопросы. Как будет производиться работа по подданным заявкам, которые не прошли? Потому что наверняка все осознают, что потерять вот сейчас такой большой объем информации и тех самых людей, которые подключились к этому проекту, было бы, наверное, непростительно. То есть самое главное поддержать, конечно, людей, которые не прошли. Их нужно собрать, как мне кажется, объяснить, что было сделано не так, почему проект не прошел, в чем там плюсы, в чем там минусы. То есть своеобразную работу над ошибками провести, там, или разбор полетов, я не знаю, да. Потому что это очень важно. Вот мы, например, сейчас не понимаем, что мы сделали и не так, почему мы не прошли. Потому что дом, который практически стройка, и у нас пять шагов от входной двери в подъезде и сразу проезжая часть, не вошла там в приоритетные проекты, чтобы не было никаких там обид и непониманий, чтобы люди не теряли свою самую главную инициативу. Их нужно собрать, как мне кажется, разобрать все их там бумаги и правильно их направить. То есть, да, если в этом году все закрыто, то нужно, наверное, придать нам движение, чтобы мы не опустили руки, пошли дальше, потому что проект ведь продолжается, насколько я понимаю, он не прекращается. И, наверное, для территориальных управлений было бы важно создать некую картотеку, потому что вот здесь скрылись, наверное, некие изъяны изнутри, когда люди сами представляют, что их не устраивает в окружающей их среде, как они готовы участвовать совместно с администрацией, в ее улучшении, с кем можно работать, очень важно, администрация может понять дальше. Вот в Поленинском районе все понятно, Илья Черезов подтвердила, что проект активно продвигается по нашему Первомайскому району, где находится мой дом на Горбачево-32. Ситуация совсем не такая радужная. Мне бы хотелось увидеть, что наш Первомайский район работает с нами, он нас приглашает, он говорит, мы вас поддерживаем, идите дальше вот сюда. У вас есть перспектива улучшить состояние своей жизни, если вы сделаете это, это и это. И я вот однозначно буду в своих эфирах поднимать этот вопрос, потому что если сейчас все оборвется и подвеснет вот так, то точно, абсолютно большое количество людей скажет, это очередная разводка. Кому деньги дали, мы не понимаем. Я сама не поддерживаю такую позицию, но думаю, что такие найдутся. Ну это в принципе может отбить просто охоту участия в принципе потом уже в таких инициативах. Здесь просто проведен, действительно глобальная работа проведена, и эту работу нужно, то есть вот эти все действия нужно отработать по полной программе, именно сейчас территориальным управлением, как мне кажется. Илья, ну что вы можете сказать? Ну да, я увидел этот проект. Два с половиной балла не дотянули до черты отсечки. Сейчас буквально, кстати, вот я только что приехал из Первомайского района, говорили мы с лицами, которые ответственны за реализацию проекта. Конечно же, все представители инициативных групп всех проектов, как выигравших, так и те, кто на сегодняшнюю минуту не вошел в список победителей, потому что мы говорим о том, что может сдвигаться черта отсечки, конечно, будут собраны, будут проанализированы те моменты, которые не позволили проектам победить. И у нас остается ведь следующий год. Готовая проектная документация – это огромный плюс для того, чтобы поучаствовать в следующем году. Это огромный плюс для того, чтобы в целом понять, как можно ли издавать проект, может быть, своими силами. Это, как правильно сказали, это объединение жильцов. Но я думаю, что в следующем году вы сможете поучаствовать. Нет, ну получается, что в следующем году это точно такая же будет и лотерея. Тоже может не хватить 2,5 баллов, хотя проблема очевидна. Если сейчас уже понятно, что разрыв совсем маленький, не хватило для того, чтобы победить, может быть, действительно территориальным управлением как-то здесь активно себя проявить? Нет, этот формат решения вопроса тоже может быть, но я вернусь, опять же, к подходу ППМИ. Во-первых, я не считаю, что ППМИ – это лотерея. ППМИ – это конкурсы, побеждают в данном случае те проекты, которые являются наиболее сильными, наиболее конкурентоспособными. Они оцениваются согласно бальной оценке и, соответственно, конкурируют между друг другом, а не просто силу случая. Второе. Вот я, честно говоря, Светлане, желаю только удачи в анализе и обязательно удачи в следующем году в проекте поддержки Министерства СТИВ, потому что, с моей точки зрения, две трети пути подготовительной работы действительно данной целевой группой уже проделаны. Сейчас и абсолютно правильный подход, вектор направления – проанализировать, по каким критериям не добрали, по каким взяли по максимуму, где-то что-то, может быть, не доработали. И территориальное управление, конечно, мы будем ориентировать, в том числе и все муниципалитеты, на то, что не надо ставить, скажем так, на дальнюю полку те проекты, которые не прошли конкурс-надбор 2013 года. А если эта инициатива населением, целевой группой, жителями, будет поддержана также актуально через полгода, а собрания по определению управления 2014 года у нас пройдут именно через этот промежуток времени. Просто при наличии уже имеющейся технической документации подготовить заявку, сделать ее более конкурентоспособной по отношению к другим и в конкурс за победой, за деньгами. Алия Света, ты еще с нами? Да, я еще здесь. Просто на самом деле я понимаю, что это был первый год, это запуск проекта, но вот сейчас мы будем с вами, коллеги, вместе отслеживать, как пройдет этот самый разбор полетов, потому что хотелось бы понять, кого, куда, как пригласят. И, наверное, мы будем подключать людей, поддерживать их тоже, нашему эфирам, чтобы они не забывали, что они могут сделать, как они могут сделать. И здесь для наших чиновников, для нашей администрации, еще раз говорю, огромное поле деятельности с нашей поддержкой вперед. Ну, мы, безусловно, будем это делать, да, но ты сама не отчаялась, как ты смотришь на реакцию жильцов тоже. Следующий год будете участвовать. Я практически плакала, потому что мы живем на стройке, в центре города, на стройке. И вот если нас сейчас территориальное управление не пригласит и не скажет, что нам делать в этом уже году, не через год, заметьте, не через год будет нам счастье, там через полтора. А вот сейчас, ребята, сделайте вот этот маленький шаг, вот здесь мы можем вам помочь, вот в этом вы можете поучаствовать. Это будет очень хороший задел, потому что две трети пути это замечательно, конечно, но вы сами понимаете, еще полтора года в опасной зоне для жизни, а у нас действительно опасная, я уже сказала, проезжая часть и строительные материалы. Это плохо для людей. Мне хотелось бы, чтобы нас пригласили, разобрали вместе с нами наши ошибки, они не догадывались, что мы сделали не так и как нам дальше доступать. Но я думаю, тут даже есть вариант, Свет, знаешь, попробовать как-то в другом формате даже этот вопрос попытаться решать. Есть другие форматы, но мы, да, еще раз говорю, есть другие форматы, но эти форматы нужно, безусловно, освещать. Мы хорошо осветили ее поле, потому что заслуга нашей радиостанции здесь достаточно велика. Я сама две только программы по этому поводу провела, да, чтобы самой в первую очередь все понять и донести это. И вот сейчас мне бы хотелось, чтобы следующим шагом, вот буквально сразу по горячим следам от администрации был следующий шаг, что вот сейчас вы можете в этом году еще успеть сделать то-то, понимаете, вот сразу, чтобы был дан вот сейчас ближайший рецепт действий. Света, спасибо тебе большое. Светлана Занько была с нами на связи, наша коллега. Ну вот о чем говорится? Ну, собственно, да, что касается тех проектов, которые не попали, но они действительно проблемные, на них обратили внимание. Жители задумались о том, что мы можем как-то повлиять вроде бы на ситуацию, вот безвыходную ситуацию отчасти бывает. Ну да, действительно, действительно не то, что нужно сделать детскую площадку или там было бы неплохо сделать спортивную площадку, действительно проблемная зона. Абсолютно понятно желание и стремление, так скажем, Светланы и других руководителей инициативных групп, которые не прошли по каким-то причинам все-таки реализовать проекты. И я думаю, что абсолютно правильные были предложения озвучены. И завтра на рабочей группе, как раз у нас состоится рабочая группа про реализацию проектов, мы соответствующие рекомендации для территориальных управлений ВРБТ. Ну то есть по созданию некой картотеки делать самых проблем, наверное... Да, потому что что ценное в этом проекте, Татьяна Тимофеевна именно на это акцент делает, это же инициатива жителей, подкрепленная в том числе и спонсорскими средствами. И муниципалитет понимает, что да, проблема это есть, потому что подпись под заявками руководителя администрации стоит. То есть муниципалитет осознает, что муниципалитет готов решать эту проблему. Вопрос сейчас по форматам и срокам. Ну то есть двери не закрываются тем людям, которые участвовали, есть еще надежда. Дозвонились бы мы до Геннадия Плехова, начальник территориального управления администрации Кирова по Новоавиатскому району. Геннадий, здравствуйте. Добрый день. Да, ну что, у вас 11 проектов, все они победили. То есть вы такие счастливчики. Ну, не счастливчики, наверное, а просто, может быть, по-другому можно сказать, что меньшим количеством, более качественно сделали всю работу. Что изменится? Что изменится? Да. После реализации проектов? Да, ну то есть какие проекты? Вот 11 проектов, что это такое? Ну, это все проекты социально значимые, затрагивающие большое количество населения. И, естественно, там изменится внешний облик, изменится настроение населения. Более сплоченные настроения будет население. К реализации вот таких вещей, тем более, будут более бережно относиться к тому, что было сделано. Ну, самый какой-нибудь такой актуальный, что нужно было отремонтировать. Что долго не могли сделать на этом проекте. Да, да, да. Ну, самое актуальное, наверное, чем я очень болел, это проезды к сельским населенным пунктам, поселениям нашим, Заполи, Тавахино, Леваши, Луговые, благоустройство пруда на Пушкино. Здесь очень такой объект, очень такой хороший пожарный водоем в Радужном. Два проекта социально значимые, это и проспект Рейкель, и дорога, которая затрагивает и детский сад, и дом культуры, и школу, и больницу. Поэтому, я думаю, что изменится все к лучшему. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за комментарий. Геннадий Плехов, начальник территориального управления администрации Кирова по Нововятскому району. Так, ну да, и, наверное, одни из самых главных вопросов, когда все-таки начнется реализация всех проектов, которые победили, ну и, собственно, кто будет следить за качеством выполнения работы. По порядке постановленных вопросов. Результаты конкурсного отбора будут представлены на рассмотрение правительства Кировской области 19 марта. После этого постановление правительства Кировской области должно вступить в законную силу, и в апреле месяце 2013 года мы пригласим к себе в Департамент социального развития все муниципальные образования для подписания соглашения. К этому моменту они должны будут выполнить свои обязательства, заявленные, определенные в заявках по софинансированию данных проектов, а именно наличие денежных средств как от спонсоров населения и свои денежные средства. И после подписания соглашения предоставляется часть областной субсидии, после этого определяется непосредственно подрядчик. По условиям всех проектов срок реализации проектов не более 180 календарных дней, поэтому, как правило, наиболее, скажем так, урожайные с точки зрения уже готовых проектов, это август, сентябрь, октябрь, будем ждать непосредственно перерезания красных ленточек. Кто будет следить за всем этим? В каждом проекте есть наличие строительного технического контроля, в том числе с точки зрения целевого использования областной субсидии, это Департамент социального развития, с точки зрения качественного выполнения работы, строительный контроль, ну и, соответственно, сам муниципалитет, как использование целевых денежных средств населения. Причем деньги населения и спонсоров являются целевыми и направляется в муниципалитет под конкретный проект. Ну что, будем ждать. Спасибо, что сегодня пришли к нам. Спасибо вам. В студии у нас уже появилась Ольга Болезина. Сейчас будут новости. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор программы – компания «Теледва Киров». Представляет тарифы для бизнеса. С ними платите меньше, а говорите, как привыкли. Добрый день, в Кирове без 15.12. В эфире новость у микрофона Ольга Болезина. Трое человек погибли в пожарах за минувшие сутки. В Белой Холунице сгорел деревянный дом. Внутри нашли обгоревшие останки, предположительно, хозяина дома. Причина его смерти устанавливается. Пожар произошел, по данным МЧС, из-за курения погибшего. Двое человек погибли, и один пострадал в Амутнинске. Там минувшей ночью сгорел дом с надворными постройками. Находившийся в гостях безработный мужчина с ожогами 40%. Тело госпитализирован. На месте пожара обнаружены обгоревшие останки хозяйки дома и другого гостя. Причина и ущерб, причиненный пожаром, устанавливаются. Заболеваемость ОРВИ в регионе растет. За минувшую неделю к медикам обратилось 17,5 тысяч человек. Это на 10% больше, чем недели ранее. Пит-порог превышен на 20%, сообщили в Роспотребнадзоре. Из числа заболевших ОРВИ гриппом стационарное лечение потребовалось 1,5%. Полностью приостанавливался образовательный процесс в одной школе города Советска. На каникулы ходили 306 детей. Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 12 школах и 19 дошкольных учебных учреждениях Кирова. Воспитанники детских домов получат музыкальную аппаратуру. Вручение подарков пройдет сегодня в выставочном центре «Вятка-экспо» в рамках проекта «Право на музыку». Напомню, в октябре прошлого года уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, участник рок-группы «Инфаркт» Владимир Шабардин организовал благотворительный концерт. Собранные средства участники коллектива планировали потратить на музыкальные инструменты и аппаратуру для детских домов и школ-интернатов. Акцией заинтересовалась и областное правительство, рассказал Шабардин. Первая часть средств, то есть была эта инициатива, да, собственно говоря, наша там частная. Первые деньги, а потом это нашло поддержку правительства Кировской области. И сейчас это продолжает фонд «Форотех». Они, насколько я понимаю, получили поддержку области в этом вопросе. То есть там какие-то и грантовые деньги. То есть вот они как бы это дело сейчас продолжают. На привлеченные средства приобрели шесть полных комплектов аппаратуры. Они отправятся в детские дома Сосновки, Тужи, Советско-Великорецкого и Кирова. По словам Шабардина, на вручение подарков акция не закончится. Для юных музыкантов планируют организовать смену в летнем лагере. К этому часу все. В студии работала Ольга Болезина. Спасибо. Следующий вопрос. Тоня, я с вами не согласен. Начальники как экономили на людях, так и будут экономить. Разве в малом бизнесе иначе? Выходит, иначе. В небольших коллективах с людьми принято считаться. Тем более, что есть возможность сокращать расходы, не ущемляя сотрудников. Так почему бы ею не воспользоваться? Подключите бизнес-тарифы Теле2 и платите меньше при том же количестве разговоров. Такую экономию команда поддержит. Теле2 для дела. Программа «Дневной разворот» Кира. Светлана Удельная, Игорь Рысев. Сейчас мы послушали новости от Ольги Болезиной. Безграничный меня радует этот проект «Право на музыку». Музыкальные инструменты для детей и детских домов. Аналогично, мне только интересно, что за комплект. Ну, конкретно, что кому подарили, что это за комплект. А мы еще об этом поговорим и узнаем, и слушателям нашим, безусловно, расскажем. Сейчас привнемся мы на тематические программы. Вернемся в следующем часе. Не забывайте, что у нас есть голосование на сайте и на странице ВКонтакте. Обязательно заходите и оставьте свой голос под понравившимся вам вариантом. Тема у нас легализация оружия. Да, а найти нас можно в интернете по адресу www.hackirova.ru. Встретимся в следующем часе. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин